УПРАВДА.РУ В Ульяновской области начнут бороться с административным равнодушием чиновников. С таким предложением выступила уполномоченная по защите прав предпринимателей Екатерина Толчина на личной встрече с губернатором Сергеем Морозовым. Глава региона инициативу поддержал. Подробности со встречи у Ринаты Алиуловой. Пять основных достижений за минувший год и актуальные проблемы дня сегодняшнего. Уполномоченная по защите прав предпринимателей Ульяновской области Екатерина Толчина рассказала об итогах работы профильного института за 2018 год Сергею Морозову. Одним из главных прорывов обмудсмен считает плоды регионального проекта «Справедливое тарифообразование». Существенным образом удалось скорректировать тарифы по теплу и энергетике. Только за минувший год с плеч бизнесменов сняли 2 миллиарда экономически необоснованных расходов. Совершенствованием законодательства о государственном регулировании тарифов в нашем регионе начали заниматься первыми в стране. Второе достижение – создание администрации развития и реформ Ульяновской области по ускорению темпов социально-экономического развития региона. Задача этой администрации – направлять стратегически всех высших должностных лиц регионального правительства, которые занимаются стратегическими планами на развитие региона. И именно аккумулирование усилий в этом органе позволит видеть план, и куда движется область со стороны, и принимать какие-то оперативные решения. Посодействовало институту полномоченного и уменьшение долга государства бизнесу. К концу прошлого года сумма задолженности уменьшилась на 700 миллионов рублей. Успешные результаты приносит и программа антиревизора по опробированию чек-листов. Документа, который структурирует и сводит все требования сферы контроля и надзора воедино. Кстати, и тут наш регион оказался первопроходцем. Специальная рабочая группа, созданная еще в конце 2017 года, испробовала проект будущих чек-листов на заведениях общественного питания. В частности, проверку на соответствие всех критериев документа одна из первых проходила столовая областного правительства. Мы видим отклик в этом году. Трендом стала тема некой регуляторной гильотины. Мы начинали это еще в 2018 году. И, соответственно, мы направили необходимые материалы, которые разрабатывали по чек-листам, что является избыточным требованием, какие требования устарели. Все это было направлено в федеральные структуры. О том, что худшие практики отравляют жизнь многим, подчеркивает и сам Морозов. На встречу он добавил, что на минувшем форуме руководители регионов РФ в Москве об идиотских практиках говорили на всех уровнях. Везде шел разговоры об этих идиотских практиках. Прямо вот она так вот звучала. Я надеюсь, что мы с вами не только будем продолжать двигаться в рамках федеральной гильотины, для того, чтобы устранить федеральные излишние или там дурацкие требования, но и я там на всех девяти столах, на всех встречах продолжал убеждать, что нужно параллельно заниматься и региональной, и муниципальной гильотинами. Основной проблемой бизнеса остается теневой сектор экономики. Сегодня 40% предпринимателей находятся в тени. Еще одно зло, с которым предстоит бороться – административная равнодушие к бизнесменам со стороны чиновников. Со слов Толчиной, порой вторые прибегают к крайним мерам, и предпринимателям не остается ничего, кроме как закрывать свое дело. Не исполняют власть имущие и договоренности. Омбудсмен предложил губернатору усилить мониторинг за исполнением обещаний. Мы знаем с вами, действительно, как чиновники могут заболтать любую проблему. Поэтому давайте создаем такую экспертную комиссию при вашем институте, чтобы она занималась более конкретным жестким мониторингом, соблюдением тех договоренностей, которые достигнут. За основу работы комиссии возьмут опыт Общероссийского народного фронта. Рината Алиулова, Руслан Баталов, новости Ульяновской правды. Весна окончательно вступает в свои права. Самое время открывать уличный легкоатлетический сезон. 20 апреля во всех районах областного центра пройдут традиционные городские эстафеты. В этот день с 9 утра до часу дня будет ограничено движение автотранспорта на маршрутах проведения эстафет. Такие ограничения ведут во всех районах города. Спортсмены готовы выйти на городские улицы. Если парки пока сохраняют снег и повышенную влажность, то магистрали города готовы к проведению традиционных весенних эстафет. 20 апреля в городе Ульяновске будет проведена, проведены, скорее всего, наши районные легкоатлетические эстафеты. И они действительно в этом году будут разные по своему и содержанию, и по своему, скажем так, по счету в разных районах они у нас есть и 50-е в Завожском районе, да. И хочу сказать, что сейчас прям обозначу. В железнодорожном районе это будет 44-я наша эстафета, в Ленинском районе 41-я, и в Засвиярском районе это будет самая-самая такая из всех традиционная эстафета, она будет проходить уже в 63-й раз. Задолго до начала сезона эстафет автолюбители начинают споры в интернете. Нужны ли эти забеги и насколько ограничение движения по городу вредит горожанам. Тем не менее, поклонников у традиционного мероприятия больше, чем недовольных. Поэтому маршруты остаются неизменными. Например, в Заволжье перекроют проспекты Ульяновский, Ленинского комсомола, площадь 50-летия Победы. В Засвияжье традиционно будут перекрыты проспект 50-летия ВЛКСМ, улица Полбина, Терешковая, Октябрьская, бульвар Западный и Московское шоссе. В железнодорожном недоступными для автомобилей на время эстафеты станут проспект Гая, улица Хрустальная, Варейкиса, Кольцевая, Луначарского. В Ленинском районе маршрут пройдет по площади столетия со дня рождения Ленина, бульвару Новый Венец и Пластово, улицам Спасское и Радищево. Эта эстафета поляризирует все виды спорта, в основном, конечно, легкую атлетику. И участвуют в ней не только легкие атлеты, участвуют и пловцы, и лыжники, и борцы, и боксеры. Практически все, кто занимается спортом, все принимают участие в этих эстафетах. О недовольном автолюбителям стоит помнить, что в том числе благодаря этим мероприятиям в первую очередь после зимы ремонтируют главные улицы города. Эстафеты заканчиваются, а дороги остаются. Главное в день проведения эстафеты помнить, что по всему маршруту следования участников эстафет с 8 утра будет запрещена остановка и стоянка машин. Запрет продлится до окончания мероприятий. Поэтому горожанам рекомендуется заранее позаботиться о том, где оставить свой автомобиль, а также продумать объездные пути. Павел Половов, Александр Кудряшов. Новости Ульяновской правды. С 1 апреля 2019 года стартовал весенний призыв. В Ульяновской области начали работу 24 призывные комиссии муниципальных образований области. Призвать и направить на военную службу планируется 1300 человек. Порядка 100 человек уже призвано и готовы отправиться для прохождения службы. С остальными ребятами проводятся все мероприятия, связанные с призывом. С 25 апреля мы начнем отправки со сборного пункта Ульяновской области и уже непосредственно войска. 131 человек, как уже было сказано, всего нам надо будет отправить. Из них 103 человек – национальная гвардия, остальные пойдут в части Министерства обороны Российской Федерации. В этом году Государственная дума приняла изменения в закон о воинской обязанности и воинской службе. Главное новшество касается студентов, которым еще во время обучения в школе исполнилось 18 лет. Теперь они получат отстрочку от призыва до конца обучения в школе, а также на время обучения в высшем учебном заведении. Другим новшеством является то, что теперь граждане имеют право встать на воинский учет в военном комиссариате не только по месту жительства, но и по месту пребывания. В Ульяновской области продолжается работа по формированию системы переработки отходов. Более того, региональные операторы уже приступили к реализации раздельного сбора вторичного сырья. Пока наряду с мусорными контейнерами появляются новые для сбора пластика. В будущем Ульяновск должен прийти и к раздельному сбору бумаги и стекла. Подробности у Ринаты Алиуловой. На мусорных площадках города и области вместе с новыми синими баками стали появляться еще одни контейнеры. Они предназначены для сбора пластика. К 2020 году в регионах должны приступить к сортировке твердых коммунальных отходов. Ульяновская область в этом плане пошла на опережение. В частности, регоператор номер один уже приучает население к раздельному сбору мусора. Одними из первых контейнеров для вторичных отходов установили в Цельнинском районе. За вторсырьем в Цельнинском районе приезжают два раза в неделю. Дальше больше, как обещают региональные операторы. Пока это все в рамках эксперимента. Кстати, контейнеры под пластик можно распознать сразу. Они все читаем. На данный момент расставлено уже более 50 контейнеров. Мы планируем до конца весенних, до конца мая увеличить этот объем вдвое. И для этого специальный выделен маршрут, мы его называем «зеленый маршрут», когда едет отдельный мусоровоз и собирает только вторичное сырье. Мусоровозы пока остаются те же. Чтобы зеленый маршрут отличался от обычного, перед рейсом на борт спецтехники крепится большая магнитная наклейка с надписью «Поехал за вторсырьем». Мусорная реформа вступила в силу 1 января и вот-вот перешагнет рубеж в 100 дней. Естественно, не без нареканий. Но положительная динамика за первый квартал работы региональных операторов есть. На сегодняшний день мы смогли нейтрализовать практически все проблемы, которые касались нарушения графика вывоза твердых коммунальных отходов. Исключение у нас на сегодняшний день составляют два муниципальных образования. Это Сенгелеевский и Теренгульский районы. Все четыре мусоросортировочных комплекса у региональных операторов работают. По первой и четвертой зоне мусоросортировочные комплексы обеспечивают эффективную очистку и уже сегодня укладываются в те прогнозные показатели, которые поставлены от 18 до 22% объема обработанных отходов. Сегодня Ульяновская область разделена на пять зон. В четырех из них функционируют региональные операторы. Вопрос по пятой зоне, куда входят Кузоватовский, Николаевский, Новоспасский, Паловский, Радищевский и Старокулаткинские районы, пока остается открыто. Во время конкурсных отборов никто из организаций по переработке ТКО не изъявил желание стать региональным оператором. Поэтому мусор в районах собирают по старым порядкам. Но, как утверждают Минприроды, ненадолго. Ринат Альулова, Юрий Конихин, Новости Ульяновской правды. К маю в центральной части Ульяновска расцветут 100 тысяч сульпанов, а летом 900 тысяч цветов. Об этом сообщили в городском центре по благоустройству и озеленению. Кроме классических клубов, озеленители готовят нечто необычное. А что, расскажем в нашем материале. Ульяновские благоустроители ведут активную подготовку к майским праздникам. Пока на улицах областного центра работают дорожные пылесосы и очищаются от грязи светофоры и ограждения. В теплицах творится настоящее волшебство. Озеленители готовят и пикируют тюльпаны и однолетнюю рассаду. В этом году в городе будет высажен 1 миллион цветов на 118 клумбах во всех знаковых местах. Будет установлено порядка 440 элементов вертикального озеленения. Тюльпаны традиционно украсят город ко дню победы. На смену им придут бархотки, петунии, бегонии и розы. К ним добавят зеленые топиарные фигуры в виде зверей, успевшие полюбиться многим ульяновцам. К драмтеатру вернется фигура гуляющей пары, а к педуниверситету – рояль в цветах. В центре города установят двухсторонние скамейки в виде звезд и диванов-шезлонгов. Новинка этого года – парклеты. Их изготавливают специалисты городского центра по благоустройству. Парклеты – это небольшие зоны отдыха, включающие скамейки, столы, зеленые насаждения и даже велопарковку. На платформе можно разбить небольшие газоны, цветники, разместить деревья и кустарники. Первые парклеты планируется установить на площадях Ленина, Соборной, на пересечении улиц Минаева и 12 сентября, в сквере у Современника, а также на площади 50-летия Победы. Единый день диспансеризации пройдет во всех поликлиниках региона 13 апреля. В субботу с 9 утра до часу дня в ходе фестиваля «Здорового образа жизни» жители смогут пройти комплексное обследование. По информации Минздрава, диспансеризацию должны пройти свыше 212 тысяч взрослых жителей региона. За три месяца этого года обследовались уже более 57 тысяч ульяновцев. Пуанты Корсавина и слепок ноги Анны Павловой. В Ульяновске впервые открылась выставка, рассказывающая о балете. Экспонаты представлены Государственным центральным театральным музеем имени Алексея Бахрушина. Ульяновцы теперь могут познакомиться с загадочным и прекрасным миром выдающегося балетмейстера Мариуса Петипа. Выставка, предоставленная Государственным центральным театральным музеем имени Алексея Александровича Бахрушина, заняла почетное место в двух залах особняка симбирского архитектора Федора Осиповича Левчака, расположенного на территории музея-заповедника «Родина Ленина». Наши коллеги из Бахрушинского музея предложили нам тему балета. Сначала было некоторое сомнение, нам казалось, что тема эта достаточно узкая, может быть, как-то она не будет так широко, так открыто принята горожанами, как предыдущая тема. Но подумав немножечко, мы, так сказать, удивились мудрости наших коллег, и эта экспозиция состоялась. В чем феномен Петипа? Почему французский танцовщик балета, случайно попавший в Россию, стал главным балетмейстером императорских театров и занимал этот пост 34 года? Как удалось Мариусу Петипа создать классический балетный репертуар, включающий в себя такие шедевры, как Боядерка, Спящая красавица, Лебединое озеро? На эти и другие вопросы поможет ответить выставка «Два века Петипа». Мы представляем здесь просто пару балетных туфель, балетной обуви. На самом деле у нас их огромное количество. Уникальность заключается в том, что еще Алексей Александрович Бахрушин придумал такую вот традицию, когда балерина дарила ему свои балетные туфельки, пуанты, он давал ей перо с тушью, и она писала дарственную надпись на этих балетных туфлях. И вот в этой вот витрине, в соседней, вы увидите дарственную надпись Бахрушина «Тамара Корсавина», знаменитой русской балерины. Открытие выставки стало завершением ДКД «Театр в музее», которая включала интерактивные детские экскурсии «Театр теней», квест для молодежи «Маскарад», экскурсионные сеансы по экспозиции «Театральная жизнь» Симбирско-Ульяновска и выставки «Борис Александров». Живым украшением вернисажа стали юные участники – коллектив «Крещенда ДК Руслан» и школы русского балета, а также воспитанники Бахрушинского кружка гимназии номер 30 города Ульяновска. Выставка, организованная в рамках года «Театр в России», будет работать до начала следующего года. Ирина Антонова, Руслан Баталов, новости Ульяновской правды. Это все новости на сегодня. Смотрите нас на информационном портале управда.ру. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова